Сегодня в Москве скончался известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов. Ему было 56 лет. Смерть наступила внезапно, причиной стал острый инсульт, произошедший на фоне хронической гипертонии и стресса. Сергей Соседов был одним из самых ярких и влиятельных музыкальных критиков России. Родился он 23 мая 1968 года в Москве. С юных лет увлекался музыкой и журналистикой, что предопределило его будущее. Окончив Московский государственный университет культуры и искусств, он начал свою карьеру в качестве музыкального обозревателя. Соседов стал известен широкой публике, в 1990-х годах, когда его статьи и рецензии начали регулярно появляться в ведущих российских музыкальных изданиях. Он быстро завоевал репутацию бескомпромиссного критика, с острым языком и глубокими знаниями в области музыки. Его мнения и оценки, часто вызывали бурные обсуждения и споры, но всегда привлекали внимание. Одним из самых значимых этапов в карьере Соседова, стало его участие в популярном телешоу «Ха-фактор», где он был членом жюри. Его яркие и порой провокационные комментарии, сделали его одним из самых запоминающихся членов жюри проекта. Благодаря этому шоу Соседов стал настоящей звездой телевидения, его мнение стало весомым аргументом в музыкальной индустрии. Сегодня утром Сергей Соседов был найден, без сознания в своей квартире в центре Москвы. Коллеги и друзья, не сумевшие дозвониться до него в течение нескольких дней, начали беспокоиться и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти стал острый инсульт, осложненный хронической гипертонией. Врачи отмечают, что на состояние здоровья Соседова могли также повлиять постоянные стрессы и перегрузки, связанные с его профессиональной деятельностью. Новость о смерти Сергея Соседова стала настоящим шоком для его семьи, друзей и коллег. В своем заявлении сестра Соседова, Марина, выразила глубокую скорбь и попросила уважать приватность семьи, в этот трудный момент. Сергей был не только великим критиком, но и замечательным человеком, любящим братом и сыном. Его уход огромная утрата для всех нас, сказала она. Коллеги Соседова также выразили свои соболезнования. Известный продюсер Игорь Крутой отметил, Сергей был одним из самых ярких и талантливых критиков нашего времени. Его мнение всегда было для нас важным и ценным. Мы потеряли не только коллегу, но и друга. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, семье и близким Соседова, отметив его значительный вклад в развитие, отечественной музыкальной культуры и журналистики. Сергей Соседов был выдающимся критиком и журналистом, чьи работы, оставили глубокий след в сердцах миллионов зрителей и слушателей. Его вклад в развитие нашего искусства невозможно переоценить, говорится в официальном заявлении Кремля. С раннего возраста будущего публициста, выделяли необычный тембр голоса, характерная походка и нетипичная для мужчин манерность. Сергей рос нелюдимым, тогда как у его брата Владимира, было множество друзей и знакомых. Однако Соседов превосходил брата в учебе, он никогда не приходил на занятия неподготовленным. Спасение от тягостных мыслей Сергей находил в музыке. По его словам, его мир перевернулся дважды. Впервые это произошло, когда он услышал концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, а второй раз, когда мама принесла домой пластинку Аллы Пугачевой и включила песню Орликина. После окончания школы Соседова, взяли на работу курьером в газету «Гудок». Именно там в 1989 году состоялся его дебют в качестве журналиста, было опубликовано интервью с Эдитой Пьехой. Редакция назвала статью лучшей в номере, а в довесок к гонорару в 75 рублей Сергей получил благодарственное письмо от самой исполнительницы. Из биографии Соседова известно, что он с красным дипломом окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики МГУ. Он вел колонки во многих газетах и журналах, а также являлся автором многочисленных комментариев и сюжетов на «Радио Маяк», «Юность» и «Эхо Москвы». На радиостанции «Говорит Москва» он вел популярную передачу «Звездная компания». В конце 90-х на телеэкраны вышло музыкальное ток-шоу «Акулы Пера», где Соседов не просто принял участие, но и стал его звездой. Его провокационные вопросы, не лишенные юмора, стали изюминкой передачи. Однажды Сергей назвал тексты Ильи Кормильцева из группы «Наутилус Помпилиус» творческим снобизмом и усталостью, а стихи поэта поэтической некондиции. Сравнивая творчество Ларисы Долиной и Ирины Салтыковой, он на глазах многотысячной аудитории, усомнился в состоятельности второй как певицы. Под критику Соседова также попали Алена Опина, Евгений Белоусов и солист группы «Коррозия металла» Сергей Высокосов. В 2010 году украинский телеканал СТБ пригласил Соседова в жюри популярного песенного конкурса «Х-фактор». Он был известен своей резкой критикой участников, однако сам нелицеприятные слова в свой адрес, воспринимал болезненно. Это особенно проявилось на шоу «Танцы со звездами», где жюри признало его самым плохо двигающимся на паркете. В 2020 году Сергей присоединился к судейскому составу программы «Суперстар. Возвращение», где звезды прошлых лет снова выходили на сцену и соревновались за звание самого талантливого. В жюри вместе с ним были Маров и Виктор Дробыш. За победу в проекте боролись Влад Сташевский, Владимир Левкин, Николай Трубач и другие музыканты. Весной 2021 года стало известно, что компанию Соседову на шоу «Х-фактор» в Беларуси составит Ольга Бузова. Сергей корректно высказался по этому поводу, отметив, что выбор продюсеров был обусловлен исключительно популярностью артистки. В сентябре того же года Соседов стал ведущим нового астросоциального ток-шоу телеканала НТВ «За гранью», рассказывающего о людях, чья жизнь выходит за рамки общепринятого понимания. В конце осени он вновь присоединился к жюри нового сезона проекта «Суперстар», где компанию ему составили Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Маша Распутина. Осенью 2022 года стартовал очередной сезон проекта «Суперстар», и Сергей снова занял место в судейском кресле. В этот раз к нему присоединились Лера Кудрявцева, Маша Распутина и Стас Пьеха. В регламенте передачи появилось новое правило судьи, могли спасти одного из участников, но решение должно было быть единогласным. В проекте участвовали звезды 80-х и 90-х годов, такие как Рома Жуков, Ирина Салтыкова и Роксана Бабаян. В мае 2023 года Соседов отметил 55-летие. К юбилею была приурочена программа «Секрет на миллион», на которую критик пришел уже во второй раз. Осенью он традиционно занял место в жюри четвертого сезона шоу «Суперстар», где к нему Кудрявцева и Пьехи присоединилась Наташа Королева, заменившая Распутина. Как музыкальный критик Сергей Соседов, часто давал комментарии по поводу исполнителей «Евровидения». В передаче Бориса Корчевникова «Прямой эфир» он защитил австрийского певца Томаса Найвирта, Кончита Вурст, вступив в конфронтацию со зрительным залом. Публицист призывал аудиторию акцентировать внимание не на внешность артиста, а на его вокальные данные. Современное медиапространство невозможно представить без колких высказываний Сергея Соседова. От его внимания не ускользает ни одно значимое событие в мире музыки. Убогим в художественном плане он назвал фестиваль «Жара-2019», добрых слов удостоилась только Наташа Королева. Эмин Агаларов, основатель мероприятия, был обвинен критиком в жизни на широкую ногу за счет денег отца-олигарха. Шоу Филиппа Киркорова «Я» также подверглась критике, а Примадонна, по словам Соседова, дала последний нормальный концерт 20 лет назад. София Ротару, по мнению критика, зарыла свой талант, после смерти мужа Анатолия Евдокименко, а Валерия до сих пор не простила ему нелестные отзывы, а песни «Часики». Прошедший в мае 2021 года конкурс Евровидения, также не остался без комментария Соседова. На его взгляд, России лучше не участвовать в этом мероприятии. Он объяснил, что Евровидение демонстрирует актуальные тенденции в музыке и социальные тренды, такие как межрасовые отношения и транссексуальность. Россия же, по мнению Соседова, остается страной консервативной и оценивает выступления других участников как шоу-фриков. Номер Манижи он охарактеризовал как очевидную попытку угодить, трендам и был уверен, что она провалится. Однако после того, как Манижи вошла в десятку лучших исполнителей, Соседов поспешил дать новый комментарий. Он отметил, что в этот раз традиционные ценности, на которые были сделаны ставки, сыграли. Вскоре критик решил проанализировать причину популярности лидера группы кино Виктора Цоя. Он выразил уверенность, что всеобщую любовь артист получил не за свое творчество, а благодаря образу обычного парня-работяги, которому удалось выйти на сцену.